Методы и технические приемы для извинения интуитивности тренировок Пирамида Выполнение упражнений с постепенным извинением веса, отягощения в каждом подходе Самый распространенный вариант Постепенное увеличение отягощения в каждом рабочем подходе С одновременным сокращением количества повторений Например, после разминочных подходов спортсмен выполняет жим Штанги лежа с весом 100 кг в 12 повторениях 105 кг на 10 повторений 110 на 8 115 на 6 120 на 4 Часто в последнем подходе вес отягощения значительно снижают и выполняют с ним до 15 повторений В практике бодибилдинг такой подход часто называют забивочным Из-за специфических ощущений забитости В рабочих мышцах связаны с временными локальными отечными процессами в ткани В результате такого режима нагрузки Читинг Намеренное искажение техники выполнения упражнений для преодоления большего количества повторений Заданным весом отягощения, тем самым увеличивая нагрузку на организм в целом Применяться данный прием может только опытными спортсменами или энтузиастами бодибилдинга У которых такое искажение техники не приведет к потере контроля над работой мышц и движением снаряда В противном случае стремление преодолеть предельные отягощения, искажая технику движения, значительной степени повышает опасность получения травмы Суперсет, трисет, гигантский сет Выполнение двух, трех или более подходов на одни и те же или различные мышечные группы без отдыха между ними Прием увеличивает как интенсивность, так и объем тренировочной нагрузки Предварительное истощение, прием при котором вы нагружаете мышечную группу до утомления в рамках ее прямой двигательной функции Используя изолированные движения, а затем немедленно соединяете это упражнение в суперсет С второстепенным движением, применяя базовое упражнение Отдых, пауза Выполнение упражнения с одекощением, вес которого позволяет выполнить лишь от двух до трех повторений Затем делается от 30 до 45 секундная пауза, во время которой частично ресинтезируется АТФ Выполняются еще 2-3 повторения, снова от 40 до 60 секундная пауза Еще два повторения, пауза от 60 до 90 секунд и выполнение заключительных от 1 до 2 повторений Пиковое сокращение Дополнительное статическое напряжение сокращенной мышцы в конце каждого концентрического движения Часто таким способом компенсируют уменьшение нагрузки на целевую мышцу В средстве извинения мускульно-скелетных рычагов К концу концентрического движения, например, сознательно сокращая двуглавую мышцу плеча в статическом режиме В конце траектории движения при выполнении упражнений сгибания на бицепс на скамье скота Форсированные повторения, прием при котором выполнив максимальное количество повторений в подходе Спортсмен пользуется помощью партнера для выполнения еще от 1 до 3 дополнительных повторений Например, при выполнении упражнения жим штанги лежа Тренировочный партнер, стоя за скамьей со стороны головы выполняющего упражнения Создает дополнительные минимальные усилия Грифу, штанги снизу, вверх для выполнения последних повторений Частичные повторения Выполнив максимально возможное количество повторений в подходе, спортсмен продолжает выполнять упражнения по ограниченной траектории, позволяющие сделать еще несколько повторений. Вставочные подходы. Выполнение упражнений на локальные мышечные группы, не требующих исполнения значительных отягощений во время отдыха между подходами, направленными на тренировку крупных мышечных массивов. Как правило, речь идет о тренировке мышц пресса, голени и предплечья. Дропсет. После выполнения спортсменом последнего отказного повторения, партнеры, стоящие по бокам, снимают с его штанги по одному диску. Спортсмен выполняет еще предельное количество повторений, после чего партнеры могут снять еще по диску. При использовании гантелей, спортсмен заранее располагает пары гантелей на гантельной стойке в порядке убывания их веса. Выполнив предельное количество повторений с самой тяжелой парой, он кладет ее на место, берет следующую и так далее. Можно использовать от двух до пяти пар гантелей. Внимание! Применение большинства из вышеперечисленных приемов связано с очень значительным увеличением тренировочной нагрузки и допустимо лишь продвинутым спортсменам, стаж которых превышает от шести до десяти месяцев регулярных тренировок в ограниченном объеме в рамках двух-трехнедельного ударного мезоцикла. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на обучающий контент. Субтитры сделал DimaTorzok